Делегация Министерства юстиции Узбекистана приняла участие в работе Всемирного форума правосудия, состоявшегося в ГАГе. Число ключевых вопросов обеспечения справедливого и эффективного доступа к правосудию для всех, открытого и подотчетного правительства и борьба с коррупцией, защита прав и устранение системной дискриминации. На пленарной сессии определяют то, что работает эффективно. Представители нашей страны рассказали о составляющих треугольника успеха реформ. Делегация Министерства юстиции в течение пяти последних лет стали реальные запросы населения и активное обсуждение насущных проблем в обществе, готовность и способность государственных и общественных институтов осуществлять структурные изменения и, самое главное, политическая воля, приверженность руководства страны коренным трансформациям. Мы начали с открытого признания существующих проблем. Касается ли это принудительного труда, состояние дел в пенитенциарных учреждениях или прочих? Свою позицию по наиболее актуальным вопросам глава государства отразил в постановлениях и указах. И это стало поистине мужественным шагом на пути решения скопившихся проблем. Введение принципа презумпции открытости позволило обеспечить приоритет политики прозрачности в каждой сфере. А внедрение отраслевого подхода стало одним из механизмов запуска решительных реформ по противодействию коррупции. К числу наиболее существенных мер поддержки предпринимательской среды было отнесено изменение системы лицензирования и выдачи разрешений на ведение бизнеса. Снижение регуляторной нагрузки и оптимизации бизнес-процессов в госуправлении за счет сквозной цифровизации привело к существенному снижению коррупционных рисков. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов отметила, что реформы, осуществляемые в Узбекистане, в новшество последних лет способствуют дальнейшему росту авторитета нашей страны в международном сообществе. Узбекистан достиг больших успехов в искоренении принудительного труда. Впечатляет также решение вопросов правовой защиты женщин в Узбекистане и их законодательное закрепление. На примере перемен, происходящих в вашей стране, можно увидеть, насколько результативным может быть взаимодействие граждан, общественных организаций и правительства. Это не может не радовать. В рамках форума делегации Министерства юстиции Республики Узбекистан провела встречи с генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву Кристофом Бернаскони, генеральным секретарем постоянной палаты Третьейского суда Хьюго Сиблизом, генеральным секретарем Гаагской академии международного права профессором Жан-Марком Товененом. В ходе бесед были рассмотрены актуальные аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия в правовой сфере, расширение сотрудничества и обмена опытом в подготовке юридических кадров на уровне современных стандартов.